всем доброе утро у меня новая колода называется второй цифер она реально потрясающая она очень мощная тут 105 идет колоде такая потрясающая по только оригиналов дорого стоит вам скажу ну ну того стоит вот такая вот идет классная книга с полным описанием каждого аркана и идет вот такая замечательная коробочка кому нужно скажу где купить покупала непосредственно автора этой колоде и я вам скажу что очень-очень довольны значит смотрите вы что-то выпал у нас что-то выпало ну давайте глянем что у нас выпало 57 аркан выпал что нам хотят почему он выскочил мы сейчас сразу глянем 57 я их еще конечно до конца естественно не знаю но присутствие вопросе вопрошающей колдунья ну так я собственно говоря и вопрошающая смотрите значит мы сейчас будем смотреть 6 вариантов каждый вариант выкладываю по две карты вопрос следующий магические способности какие есть магические способности да и это первый вопрос если они давайте запишем второй вопрос давайте три карту это будет вообще интересно каждый вариант первый вопрос будет если магические способности второй вопрос будет чем можно заниматься а третий вопрос чем нельзя заниматься вот так потому что я вчера у тебя спрашивала все хочешь понравились ответы просто потрясающе и собственно говоря я этим и заниматься поэтому давайте так на каждом варианте достаю по 3 карты 1 2 3 вариант 2 есть ли они чем можно заниматься чем не надо интересная колода очень оригинальная и я вам скажу что не на очень понравилось потому что все что касается вот я вам скажу даже так если вы занимаетесь эзотерикой себя занимаетесь какой-то магией это соответственно обычно карты дорог вам могут просто ничего не показать а вот это колода может показать абсолютно все абсолютно все все вот у нас есть вот у нас есть сейчас на паузу посмотрю все значения потом вам расскажу буду еще подглядывать свою книжечку но это очень интересно поэтому сейчас все узнаем и все расскажу спасибо так ну вот смотрите если мы сейчас возьмем первый вариант посмотрим три карты что нам говорит про первый вариант что у вас на данный момент очень сильная именно предсказательные все вопросы то есть очень классно можете предсказывать чем можно заниматься можно заниматься разными вещами да просто у вас есть уже много силы есть накопленные для новых шагов на жизненном пути и нельзя вам распыляться по мелочам такой совет то есть вы дорогу будете выбирать чем вы будете заниматься а чем не надо заниматься это управлять воздушная и морской стихиями стихии воздуха и стихии воды как бы это не ваше вот если мы говорим про магию стихий то есть в единичек до магические способности сто процентов есть вот и вам нужно выбирать направление куда вы собираетесь и как вы будете это все дела развивать что касается двоечек двоечки но будут у меня уже прям колдуны и ведьмы очень-очень сильные причем у вас черная сторона можете вызывайте порчи и проклятия вызывать войну то есть у вас в плане как раз магических способностей они у вас очень сильные если вы об этом не знаете но это именно темные силы что можно делать что можно делать ну я вам скажу так можно заниматься многим да вам дух помогает преодолеть все жизненные испытания и то что тут колдун это сто процентов да то есть вы можете стать настоящим колбуном но в то же время несмотря на то что у вас сила есть вам нельзя заниматься уничтожением да то есть вот наводить какие-то смертельные порчи там проклятие то есть вам этого делать нельзя нельзя причем я даже посмотрела на двух картах и и 2 аркана говорит об ней тоже поэтому все что касается вот похоть и уничтожение вот вам этим заниматься не вся то есть пытайтесь все таки наверное направить свои силы какие-то хорошие направления что касается троечек троечки у вас тоже у меня ведьмы колдуны уже сформировавшиеся достаточно сильные то есть они занимаются их защитой и нападением то есть у вас магические способности ого-го я бы сказала да вот чем заниматься можно это не кромантия и обладение силами природы то есть это ваши действительно и нельзя заниматься приворотами привороты это не ваши приворотами заниматься нельзя что касается четверочек сейчас я вам скажу ну тут не могу сказать что есть какие-то магические свойства то есть магические способности у вас есть мудрость там вот которая вам помогает выбрать в спорах и сражения чем можно заниматься что можно развивать так это наверное как-то привлечение денег и личная жизнь это взрыва именно для себя не для а чего нельзя делать ну заниматься всякими там мураками да там вводить людей в заблуждение по жизни вводить в заблуждение вводить людей за сумасшествие доводить то есть это не ваше ну я бы сказала что в четвертом варианте вообще как бы магия она особо не ваша если там двойка тройка там сто процентов она присутствует да и троки наверно самые сильные здесь я бы так сказала из наших шести вариантов но в четвертом тут как бы такое все размыто и сказать что да занимаетесь ли да не занимайтесь не конечно выбор будет за вами но во всяком случае карты такого не говорю что касается пятерочек ну тут так интересно мне кажется что у вас еще его нету либо есть ну зародыш я бы так сказала да то есть чем можно будет заниматься вот как раз магии нападения можно будет заниматься и привороты и остуды это все сюда то есть это тоже темная магия и соответственно сейчас у вас как бы есть какой-то успех в общественных движениях да там карьере вот но смотрите что не надо это заниматься предсказаниями да это вообще не важно все вы будете развивать в себе какие-то магические способности соответственно и шансы у вас куда-то продвинуться но сейчас тоже особо я их не вижу шестерочка смотрите но тут тоже достаточно сильные люди находятся магические способности есть и очень очень мощные чем можно заниматься наказывать всяких воров это вообще ваши до возврат потерянного украденного но предсказания не ваши то есть по предсказаниям тут у вас слабовато совсем вот поэтому вот исходя из того что вижу я конечно двойки-тройки тут такие самые рух самые мощные у нас оказались люди в любом случае это интересно узнать посмотреть напишите мне потом пожалуйста в комментариях что вы думаете по этому поводу вот ну какая-то подсказка у меня кстати получилось самое крутое это магия мысли гипноз то есть на горячей не занимаюсь а вот по поводу чем не заниматься так тоже там потом заниматься то что было интересно на это поняла что вот я не собираюсь типа микромантия а вот вызывать духов не надо в духах я не хочу вызывать ну в общем вы поняли подсказки есть колода очень интересно и не тут действительно можно смотреть какие унитальные вещи которые на других колодок просто информации там все всем спасибо что обратной связи спасибо